Першение в горле – это крайне сомнительное удовольствие. Оно портит нам жизнь, не дает нормально работать и отдыхать. Обычно неприятное ощущение появляется, когда мы начинаем заболевать инфекционной болезнью, например тем же гриппом, однако не все так просто. Першение может появиться в результате воспалительных заболеваний глотки, при хроническом фаренгите, аденовирусных инфекциях и аллергии, что особенно актуально весной и летом. Интересно, что часто от этого недуга страдают учителя и певцы, так сказывается повышенная нагрузка на голосовые связки. Стоит отметить, что учителя страдают гораздо чаще, так как у них нет поставленного голоса, да и дыхание часто неправильное. Особое внимание необходимо уделять помещению, в котором работает человек. Если оно пыльное, например это склад, то першение в конце рабочего дня – это не редкость. Обычно рекомендуется использовать респираторы или медицинские повязки на лицо, ведь проблемы с горлом в этом случае еще не самые страшные. Если говорить в целом, то першение может вызывать практически любое заболевание глотки. Более того, иногда оно может возникать при патологиях других органов, к примеру при болезнях печени или желудка. Для того, чтобы выяснить причину появления першения, необходимо обратиться за помощью к специалисту, который после необходимого обследования назначит лечение. Само собой разумеется, что в каждом отдельном случае применяются свои методы лечения. Так, если речь идет о легкой форме фаренгита, то рекомендуется использовать лекарства, содержащие мету. Это могут быть различные постилки и конфеты, которые продаются в аптеках. Также хорошо помогают препараты, содержащие ментал. Если болезнь запущена, то постилки уже вряд ли помогут. Тут можно начать полоскать горло настоем шалфея или ромашки. Причем изначально рекомендуется применять слабый раствор, постепенно переходя к более крепкому. В некоторых случаях помогает закапывание в нос нескольких капель масла, например, подсолнечного. Можно использоваться лол-менталовые капли, поскольку они своим воздействием уменьшают воспаление слизистой в области гортани. А вот если речь идет о воспалении около носовых пазух или хроническом танзелите, то необходимо проводить комплексное лечение. Мятные конфетки с этой задачей не справятся. Еще раз повторю, самолечением досмотра у доктора заниматься не нужно, так как в некоторых случаях это может не только не помочь, но и навредить здоровью.